Сила воли и характер, это самое главное в башбе. С характером тоже, говорят, не рождается, его тоже воспитывать надо. Я с соперником выхожу на кровь один на один, я должен угадать его мысль, знать в какой момент он будет меня атаковать, в какой момент он расслабится, в какой момент я должен напасть на него. Борьба, если сказать обранная, то это жизнь сейчас. Может быть временная жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, что в борьбе нужно идти через содержание. То есть когда работаешь над техникой, то стараешься какие-то нюансы познать и сам начинаешь уже какие-то приемы изобретать. То есть ищешь, просто ищешь свой стиль, свою технику. Каждый прием, он отдельно сначала отрабатывается. Но класс определяется спортсменом тем, что к одному приему у него 10 статистических подготовок. У спортсмена, который классно ниже, у него там одна нюанс. То есть все приемы, они делаются отдельно. А потом, в процессе отработки, в процессе борьбы, в совершенство техники пришли связки, приемы, связали их в одну целую, в одну комбинацию. Когда партнер всегда с тобой рядом, хорошо. Если на тренировке, даже вне тренировки, иногда приходят какие-то мысли, какие-то приемы. Можно даже ехать в автобусе, допустим, вспомнить какую-то схватку, какое-то положение и создать прием. Субтитры создавал DimaTorzok Хрюшек-Мурадова копировали, Ерыгина копировали. Надо все попробовать, я думаю. И пока ты не попробуешь одного, другого, третьего, не найдешь свою. Будешь метаться и шаракать в этой стороне. Но в этой дороге определенной можно не увидеть. Можно не увидеть долгие годы. Если говорить об арсене, я бы назвал три главных момента, которые определяют почерк арсена. В первую очередь где-то высокое творческое мышление, психологическая устойчивость и огромная трудоспособность. Когда мы сегодня наблюдаем за техникой почерквы арсена, то я вспоминаю те тренировки, когда они с тренером буквально не сходили с ковра. Если он отдыхал после утренней тренировки, каждый день ему приносил на тренировку и чай. И он буквально отдыхал несколько часов, продолжал вечернюю тренировку. И эта вечерняя тренировка после сна переходила в зарядку. Вот как раз тогда закладывались вот эти все комбинации, связки, которые сегодня восхищают всех специалистов вольной борьбы. Хотя, в принципе, эти действия всем знакомы, всем известны. Но найдя свое понимание этих приемов и связав их в комбинации по-своему, ведь он нашел еще и новые приемы. И вот сегодня мы наблюдаем такой феномен, который всем создает. Если молодой спортсмен только пришел в зал, только начал тренироваться, я считаю, что тренер прежде всего должен его учить не только к одному, к двум, к приемам, а учить ко всем приемам. Именно чтобы он знал все приемы, умел делать их, именно к разнообразной борьбе. У каждого борца есть ли особенности техники? Допустим, Фаджаев он накатывает, сам приемы, ни один человек это не делает. Фаджаев он накатывает, сам приемы, ни один человек это не делает. Я старался каждый сбор что-то новое для себя брать. Можно сказать, что взять, если повешенцем посмотреть, люди все знают. А все равно с каждого сбора я старался увозить что-то свое. Кстати, вот этот прием от Ливана телесюзи, он делал безукоритмно его. Что мне нравится в Алексееве, в нужный момент и в нужной схватке он всегда бывает очень собранным и очень ответственным. И никогда не упускает своего шанса. Все ценится, конечно, характер борца, который проявляется в экстремальных ситуациях. Именно в самых экстремальных ситуациях. Тогда, когда вопрос решается или или. Ну, были вот такие случаи. Он прозевал выходца на ковер, спал, лежал на матах. И он уже вызывает. Тогда три периода было. Он проиграл в первом периоде 16 очков. 16 очков? Я к нему подошел и видя, ты разогрелся сейчас? Разогрелся. Такой спокойненький. Давай. Как начал его раскручивать, так он отыграл все 16 очков. Еще три плюсы очков. Выиграл и без дворец стоял. Ну, представляете, характер такой. Стивай, 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 отыграй. Отыграй. Хочется сказать, что нужна школа. У нас сейчас випят поставлено. Взяли человека правом влево. Давай из него тащить результат. На таскет он уже упадет. На таскет на мелкие соревнования. Он научился два-три приема. Его раз на соревнования. Да, он может на первый парад бегать. Но потом, получается, в голову этой борцы. Школа, стоящая такая, базовая школа, которая позволяет ему проводить комбинационно приемы, связки. Не получился один прием, переходит на второй. Не получился второй, переходит на третий. И все. Сначала, вместе с тем, взвинчиваем высочайший темп. Сначала, вместе с тем, взвиняем, On and on, вместе с тем, взвиняем. 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 «Обреваем! Обреваем! 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 Обреваем!» «Если на стыд в больших соревнованиях мы боремся, то я переживаю за него, он за меня. Я должен анализировать своих соперников. И в то же время, когда он выходит, я осмотрю его соперника. То есть это мне совершенно не нужно, но так уж получается, что я всегда приковываю на пути его соперника, а мы к своей. Грамотно будет все. Он переходит с одного приема на другой. Вот это очень хорошее качество у него. Перевел в паттер, обязательно проводит прием. Не ждет, пока соперник примет свой ход. Он сам атакует постоянно и сам проводит прием. Мы вместе не оттренируемся. В борьбе нужно определенный настрой на схватку, на встречу, потому что больно бывает очень часто. И вот как-то с бла там трудно настроиться, знаете, на такую жесткую схватку, на такую жесткую борьбу. Мы надрезки, мы только можем разбирать какие-то определенные технические действия. Дверг, два гоня! Так, снижение, что вы не подходит. Идеальный борец на сегодняшний и завтрашнего дня должен обладать бросками. Нет бросков, нет борца. К сожалению, мало бросков у нас. А тем более с ногами вообще нет. Никто ногой даже не пытается что-то сделать. А это наполовину беднеет борьба. Сейчас люди говорят, что-то невозможно, мол, да и не сделаешь хорошему борцу отхват, там, или что. Это же неправда. Как что-то наши делали, там, баловаты, там, вошили. Ну, или говорят, ну, тогда другие времена были. Это глупые разговоры. Тогда что, совсем ничего невозможно сделать? Тогда не уходи на ковер. Отношения к борьбе, это самое главное сегодня. Когда есть у человека подход, и подход профессиональный, вы что-то боитесь этого слова? Я думаю, что это неправильно. Нечего бояться. Если художник под кое-кому делу непрофессиональный, он вряд ли создает что-нибудь такое. То есть, профессиональный подход нужен везде. И здесь тоже. Чтобы делать прием четко и красиво, это надо миллион раз повторить. Довести его до автоматизма. На соревнованиях бывает так, что движение опережает мысль. То есть, ты не думал на это пойти, а уже движение опередило, ты делаешь прием. Само по себе возникает. Не допускать ошибок. Именно правильно, как шахматисты, именно правильное передвижение на ковре. В нужный момент ты должен своего соперника поймать, выиграть балл. Но ни в коем случае, в тот момент, когда он тебя ждет, на это прям не идти. Чувствовать себя хозяином ковра. И ни в коем случае не думать о проигрыше. Поймать в мгновение, когда созрела ситуация. Ситуация для проведения приема. Если он начнет чуть раньше, рано, чуть позже, поздно. Тут нужна абсолютная точность назревшей ситуации. Даже сегодня. Именно точно тогда сделала, когда нужно было. Я уже не успел это раскрыть. Хотел сказать, видите, делай, а он уже сделал. Тренер должен спортсмену доверять, а спортсмен должен верить тренера. Если этого нет, отдачи не будет. И вот мы своего тренера верили. И он никогда не говорил, вот так вот не делал. Он всегда говорил, вот у тебя получается так. Делай так. Тебе так нравится? Делай так. А он, знаете, вот на 15 сантиметров ногу не туда поставил, говорит, ну это не туда ногу поставил. Приемы все знают. Например, бросать мельница каждый паражерник умеет. Но я, например, как я хочу. Даю прием, и я смотрю, как он его делает. То есть, он именно делает так, как ему удобнее. Он сам себе выбирает позы. Вот я сказал, что Алексей именно бросает так, как никто не бросает. Потому что ему так удобнее. И творит. Он творит приемы. Очень хорошие, талантливые борцы пропадают. Да потому что все шаблонно заставляют делать. Ну как можно заставлять двухметрового парня на коленях ползать? Вот Ирыгин, если бы я поставил на колени, он посредственным борцом был бы и ушел. Его мама не раздевает для того, чтобы на коленях ползать. Он стоять, прямо стоять. Вот ему сюда и надо цеплять приемы. Когда я борюсь со своим соперником, я могу сказать, что он будет делать. Что он задумал и что он хочет сделать. Угадываю как-то. И когда он начинает, я уже знаю, что он делает. Он борется с эпизодами. Он не может так вот выходить и от начала до конца свежести минут работать. Он борется с эпизодами. Вот он сделал какое-то техническое действие. Потом есть небольшой первый. Он опять начинает делать несколько действий, доводит его до конца. Слышно дарится все на количество баллов. Потом с него делать немножко тюрьмы, потом опять. Таким вот порванным тыпом борется под заек. Слышно дарится все на месте. Слышно дарится все на месте. Слышно дарится все на месте. Главное это мышление, главное это дух, а потом уже совершенствуем всю технику, через быстроту, через реакцию, ну и физическая сила. Поймал на нос силы, не будешь иметь, не положишь, без силы борцу никуда не годится. Мне могут возразить, что здоровики же есть сильные, почему они не становятся чемпионами? Мы говорим о том, что он умный борец, у него мышление хорошее, у него есть вооружение, но ему надо еще и приобретать силу. Есть сила врожденная, но есть сила, которая нарабатывается. Хватка такая, знаете, это призводная уже, хватка поймал, не отпустить, это тоже заложено от груди матери, но его только совершенствуем. Из плохого хорошего не сделаешь, можно из хорошего лучше сделать, и раз в другой разговор. Мне бы очень хотелось иметь такую же скорость, такую же подвижность, как и у Фазаева, но в то же время я должен сказать, что он очень умен на ковре, он очень умно борется, и с ним всегда приятно бороться. Я, наверное, вообще не уступил немножко психологическом плане. Честно говоря, сначала в сватке не пошла борьба, и как-то потом не мог себя мобилизовать. Такой темп, во-первых, был рваный. Если бы сразу нагнетать, 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 ну, что-то у меня с этим не получилось. В творчестве не надошел в сватке. Не получилось, ты сегодня, может, слабее. Но ты должен проиграть достойно. Должен выйти и дать такой бой, что трещало все вокруг. И люди сказали, о, действительно, ну, смотрите, он проигрывает, а он парень с характером, дух по у него, он какой. Он не вышел ни с баньем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал над помостом, по канату, по канату, на тянутому, как нерв. Посмотрите, вот он, без страхов не ведет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но должно быть, ему очень нужно пройти. Четыре четверти пути. Но самое главное, конечно, быть человеком вне спорта. Не то, что в спорте мы встречаемся, там боимся с противниками, там, может быть, и с противников есть друзья хорошие. Ну, на этом не заканчивается борьба, в кругу борьбы только. Жить-то она будет продолжаться. Если ты был в спорте человеком, значит, в дальнейшем, я думаю, что будет легче жить. Сегодня другой без страховки идет. Тонкий шнур под ногой упадет, пропадет. Право-влево наклон, и его не спасти. Но зачем-то ему тоже нужно пройти. Четыре четверти пути. Продолжение следует...